Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Откровение на богослове». Сегодня мы читаем 21 главу этой книги. И первая тема о новом небе, новой земле и о Вышнем Иерусалиме. И мы читаем первый стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Вот этой темы мы касались на прошлой беседе о том, что изменения будут происходить не только на религиозно-духовном, религиозно-мистическом, но и на космически-физическом уровне. Мир будет меняться. И как мы уже говорили, что будет новое небо, новая земля, старое все пройдет, и моря уже не будет. Что значит моря уже не будет? Андрей Кисарийский пытается предложить несколько рассуждений на эту тему, Но давайте вспомним о том, что море – это та стихия, из которой и выходит в апокалипсисе зверь-антихрист. То есть не будет мира политики. Когда мы по телевидению видим, как проходят политические дебаты, можно только догадываться, какой хаос царит в головах людей, которые способны так жестоко и резко относиться друг к другу. Этот мир уйдет в прошлое безвозвратно. Мир политических, националистических спекуляций и теократический божественный порядок. Он воцарится. И далее второй стих. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Андрей Кесарийский пишет, «Видение новым святого города Иерусалима означает переход к светлости, которую получит горний, то есть небесный Иерусалим, нисходящий к людям от бесплодных горних сил, потому что голова их всех – Христос, Бог наш». Казалось бы, а как это связано? То есть Иерусалим будет осеянной славой небесных сил, но это связано с тем, потому что Христос есть Бог наш. На самом деле источник света в Новом Иерусалиме – это и есть сам Христос, и солнца там уже не будет в теперешнем понимании этого слова, хотя в книге про Кресаи сказано, что солнце будет светить в семь раз ярче, но на фоне света Христова, духовного света, свет солнца, увеличенный даже в семь раз, он не может быть увиден, потому что Христос своим присутствием будет освещать этот новый мир, новый Иерусалим, новое небо и новую землю. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Сескиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их». «Голос с неба» поучает святого апостола, что это истинная скиния. Ее образ или лучшее предобразование образа было показано Моисею, а ныне образом ее является Церковь. Действительно, Церковь есть то место, где в скинии Церкви Бог общается со своим человечеством. Хотя мы понимаем, что Церковь — это прежде всего верующие люди, но в Писании так и сказано, это слова Христа, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я посреди. И присутствие Христа в Церкви — это залог того, что скиния Бога с человеками — это реальность. Но мы не можем жить в храме. Мы какое-то время находимся в храме, участвуем в богослужении, в таинствах Церкви, потом мы идем в мир. Иногда особенно пожилые верующие говорят, так не хочется уходить из храма. Но там, в этом небесном Иерусалиме, в этой скинии Бога с человеками, он, Бог, будет обитать с ними вечно, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу сочей их. И далее развивается тема, которая перекликается с пророчествами из книги Исаии, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. То есть тот мир, в котором мы живем, это проходящий мир, это уходящий мир, который однажды прекратится, и мы войдем в другой мир. Безболезненный, беспечальный, без всякого воздыхания, как говорится у пророка Исаия, 35 глава, 10 стих. И когда мы напутствуем наших усопших, мы как раз и поем песнопение о том, что они уходят в мир, и где же несть болезнь, печаль и воздыхание. Мы провожаем их именно в Новый Иерусалим, в мир под новым небом, на новой земле. И последующая тема – это свидетельство о том, что сказал сидящий на престоле. И мы читаем 5 и 6 стих, 21 главы. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Свершилось я из Альфа и Омега, начало и конец». Как мы однажды с вами беседовали, великое назначение Библии дать нам, живущим во времени и пространстве, возможность увидеть смысл существования этого мира. Ведь мы рождаемся в этот мир. Кто-то родился в 70-х годах, кто-то в 50-х годах, кто-то в 80-х годах. И кто-то родился в 19 веке, кто-то в 17 веке. И мы не видим всей картины мира. Но Библия – это божественное откровение, которое начинается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю» и оканчивается событиями конца этого мира и начала другого, вечного. Она дает нам возможность распознать наше положение в истории домостроительства, спасения всего рода человеческого. А самой человеческой жизни не хватит, чтобы хотя бы собственное столетие как-то осмыслить. А божественное откровение, которое начинается с сотворения мира и оканчивается окончанием этого мира, этой земли, этого неба, и говорится о сотворении нового неба, новой земли, нового Иерусалима и нового человечества, обновленного воскресения из мертвых. Это возможность нам приобщиться к этой тайне. Ведь все слово Божие – это слово Христово, ведь о нем сказано, что дух Христов издревле говорил в пророках. Он и есть божественный логос, он начало и конец смысла человеческой истории, как мы часто говорим об этом. И Библия, как слово Божие, и показывает нам начало и конец. Мы сегодня изучаем предпоследнюю главу книги Апокалипсиса, предпоследнюю главу всего библейского откровения. И сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны!» И сказал мне, «Свершилось!» Я из Альфа и Омега, начало и конец. Андрей Кисарийский пишет, «Истины эти слова, потому что произнесены самою истинною». Можно было бы добавить «истины эти слова, и потому что произнесены самим словом, о котором сказано, и слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины». И познаются, то есть эти слова, «по делам, а не в символах». Начало и конец. Христос первый по божеству и последний по человечеству и обнимающий своим промыслом все от первой бесплотной твари до людей. Действительно, сначала он творит мир материи, бесплотный мир, потом мир неодушевленный он творит, и последнего, кого он творит, он творит человека и вводит его в этот мир, ведь мир творится словом Божиим при участии Духа Святаго, и Дух Божий носился над водами волей Отца Небесного. Собственно говоря, православное вероучение, как я часто объясняю, оно нехристоцентрично, это у протестантов христоцентризм, граничащий с орианством. Православное вероучение, оно тринитарно. Мы даже в событиях нашего искупления видим действие всей Святой Троицы. По воле Отца Небесного Сын восходит на крест, совершает наше искупление Духом Святым, нам усвояется подвиг Христа, Его крестные заслуги. Поэтому, действительно, от первой бесплодной твари до людей Христос все заключает в свои объятия любви. Прежде всего, это Он делает на кресте, когда промыслительно выбирает для себя смерть с раскинутыми руками. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Отцы объясняют, Он обещает подать жаждущему правды, благодати Святаго Духа, которую обещал не спаслать верующим в Него даром, или потому, что недостойны страсти нынешнего времени, хотящей славе явиться во святых, или же потому, что ее нельзя приобрести за имущество, но только за добрые дела по человеколюбию подателя. Более точно первая точка зрения. Вечная жизнь нам дается даром, потому, что человек не может своими усилиями достичь этой вечной жизни, никакими добродетелями, никакими добрыми делами, потому, что это несоизмеримые вещи. Кстати, с этого начинается добротолюбие, где говорится, что ценой временной жизни невозможно приобрести жизнь вечную, ценой жизни на земле невозможно приобрести жизнь на небесах, как бы ты ни жил, ценой тленной жизни невозможно приобрести жизнь нетленную, потому, что это совершенно несоизмеримые вещи. Даром это означает по благодати, по благодати. И апостол Петр даже пишет, что по благодати мы становимся причастниками божеского естества. Конечно, не по природе, по благодати. И 7 стих 21 главы «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Побеждающий это употребивший усилие веры. Царствие Божие усилием берется, и употребляющий усилие восхищает его. А в толковании на послании к Галатам Златоуст совершенно неожиданно обесценивая все наши усилия восклицает, а что требуется от нас самих, если все совершает Бог? Некая малость, вера. Но и сама вера это дар Божий. Действительно, по отношению к домостроительству спасения каждого из нас Христос тоже Альфа и Омега, начало и конец. Он есть тот, кто пробудил в нас эту веру, Он как Слово, ибо сказано вера от слышания, а слышание от Слова Божия, то есть от Христа. Он же встречает нас, когда сияние этой жизни гаснет, для нас мы входим во свет Христов. И далее восьмой стих совершенно неожиданно, как бы тональность меняется поискование, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серой, это смерть вторая. Мы уже с вами определились, вторая смерть, это когда те, которые слева будут стоять от Христа на страшном суде, услышат слова «идите проклятые в огонь, вечно уготованные дьяволу и ангелам его». Но, в общем-то, здесь, казалось бы, все понятно. Наказание неверным, скверным, убийцам, любодеям, чародеям, идолослужителям, лжецам, их участь в озере горящим огнем и серой. Но в самом начале сказано «боязливых же» и далее и неверных, и скверных, и убийц, и так далее. На первом месте стоят боязливые. Они наследуют озеро огненное, горящее огнем и серой. Боязливые окажутся в состоянии смерти второй. А кто из нас не испытывал страха? Кто из нас может сказать, что в каждом случае он был мужественный? О чем это говорится, что боязливых ожидает озеро огненное, ад? Имеется в виду боязнь, которая рождается от неверия. Вот святитель Василий Великий сформулировал это так. Кто людей боится, тот Бога не боится, а кто Бога боится, тот никого не боится. Действительно, если мы верим в Бога и наше упование на его промыслы, и мы всецело вверяем ему свою судьбу, свою участь, то страх, который проявляется в нашей жизни, боязливость, которая возникает в нашей душе, они могут возникнуть только от неверия в божественные промыслы. Но мы, христиане, знаем, что без воли Отца Небесного даже волос не может упасть с нашей головы. И далее девятый стих, здесь раздел, где говорится об ангеле, показавшем город святых и измерившем стену его с вратами. «И пришел ко мне, пишет Иоанн Богослов, один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». То есть он даст возможность увидеть Новый Иерусалим, который небесный Иерусалим, он же является образом церкви. А в теперешней нашей ситуации церковь это и есть небо на земле. И когда мы молимся «Да будет воля твоя, як на небе и на земле», мы молимся и о торжестве церкви невесты в день ее бракосочетания со Христом женихом. «Пойди, говорит ангел, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Андрей Кисарийский так и пишет. Этим указывается, что ангелы наносят не только наказание, но иногда производят сечение подобно врачам, а иногда подают и смягчающие боль лекарства и уврачевания, потому что как раньше ангел посылал наказание достойным, так и теперь показывает святому блаженство церкви. Ведь мы прочитали, что это тот самый один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, а здесь этот же ангел показывает красоту церкви, во славе, когда церковь из земного качества воинствующей и странствующей целиком переходит в состояние небесной торжествующей. Он показывает церковь, как пишет Андрей Кисарийский, невесту Христа правильно называют женою, ибо заколный Агнец Христос уневестил ее себе своею кровью. И как Адаму была создана во время сна его жена иззятого у него ребра, так и церковь через излияние крови из ребра Христова во время его вольной смерти на кресте сочеталась с ним уязвленным ради нас. Опять вот этот красивый образ, что когда копьем ударили под ребро спасителей стекла кровь и вода, а ребро это часть тела Христова, а тело это и есть церковь, сказано о церкви, что она есть тело Христова, вода символ крещения, только пройдя через таинство крещения мы входим в церковь, а кровь символ Евхаристии, через святое причастие мы восстанавливаем себе подобие Божие, как сказано о святых дарах в молитвах причастия, ими же обожаемся, обожаемся. И вознес меня в духе, читаем далее 10-11 стих, на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога, он имеет славу Божию. В восстолковании некоторых отцов Иерусалим и гора высокая это образы церкви. Андрей Кисарийский немножко иначе истолковывает святой был введен духом и это указывает на устремление мысли его от земного к небесному. Гора великая означает высокую и примирную жизнь святых, которой будет украшена и прославлена Богом жена Агнца в высшей Иерусалим. Как я уже говорил, одно истолкование дополняет другое. Особенно у пророка Даниила мы видим церковь как образ горы. Камень нерукосечный отделяется от горы и он мчится к земле и разбивает всех идолов и истуканов. Это образ Христа как краеугольного камня. И сам этот камень становится горою, которая наполняет всю землю и не будет конца этому царству. И когда пророки Божии говорили, Христос говорил, Царствие Божие приблизилось. Царствие Божие это церковь, которая обнаруживается прежде всего во внутреннем вероисповедании каждого из нас, поэтому Христос и говорит, Царствие Божие внутрь вас есть. Светило его подобно драгоценному камню, камню яспису, кристалловидному. Мы прочитали, что Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога, он имел славу Божию, то есть славу Бога Отца. Андрей Кисарийский устанавливает, что всякий раз, когда говорится в Библии о неком подобии, там, драгоценному камню, это имеется в виду Бог Отец. Почему Бог Отец? Потому что мы не можем ничему уподобить Бога Отца, только вот эти образы, а о теле можно говорить только теле Сына, а когда говорится о самом Боге Отце, говорится пресокровенно. И так светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному, то есть это действие божественное, он имеет большую и высокую стену, этот город, сходящий с неба, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов, на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. И сразу возникает вопрос, а через какие ворота мы, славяне, должны входить в Новый Иерусалим? Конечно, первая мысль, которая приходит в голову, мы входим через ворота, где написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых, над которыми имя патриарха Иуды, потому что Христос из царственного дома Иуды, а, как сказано, никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Но есть и другие истолкования, и тринадцатый стих, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Проще, конечно, когда речь идет о именах святых апостолов. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. В землях славянских, тогда еще с киевских, проповедовал апостол Андрей по преданию, которое отражено в первой русской летописи, в повести временных лет. он дошел до киевских гор, тогда там был дремучий лес, взошел на один из холмов той местности, и Бог показал ему видение, что великая благодать созижнется на этих горах. И те, которые были в благословенном городе Киеве, это мать городов русских, наверное, обратили внимание на Андрейскую горку, то самое место, где этот апостол, апостол славян, молился, апостол наших предков, далеких предков, ибо славяне, как нации, являются из смешения скифов, сарматов, вендолов и других. Итак, прочитаем 14-й и 15-й стих. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца, говоривший со мною, имел золотую трость для измерения города и ворота его, и стены его. А что может означать эта золотая трость? у всего есть мера, у всякой вещи есть мера, но золото в Писании в пророческих текстах означает царственное достоинство, поэтому все здесь будет отмерено царским достоинством, ибо каждый православный христианин принадлежит к царственному священству и по благодати все верующие в Иисуса Христа и цари, и священники, хотя в то же время мы имеем и сугубых царей, и сугубое трехчинное священство. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и широта, и измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий длина и широта и высота его равны. Андрей Кисарийский пишет, устройство города в виде четырехугольника означает его твердость и прочность, ибо равность широты, высоты и долготы называется кубом и означает, как говорят, твердость. Двенадцать тысяч стадий, которыми измеряется город, может быть, означают его величину, ибо, по словам Давида, живущие в нем будут многочисленнее песка. Но число двенадцать может указывать и на служение святых апостолов, которые обращали тысячи и тысячи людей веру Христову, созидая поместные церкви. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Здесь совершенно неожиданно говорится о том, что мера человеческая, она подобна мере ангела. То есть ангел в некотором смысле он сходен с человеком. Это, конечно, трудно понять. Андрей Кисарийский пишет, высота сто сорок четыре локтя. Это число получается, если означающее апостольское учение число двенадцать «взять двенадцать раз». То есть это число рождается, если к служению двенадцати апостолов, мы прибавляем служение мужей апостольских, отцов церкви, отцов вселенских соборов, святителей, преподобных, и является это удивительное число двенадцать по двенадцать, как Христос говорил апостолам дела, которые я творю, вы больше сотворите дел, и по отношению к апостолам Вселенская Церковь тоже совершила величайший труд, но она называется апостольской, она называется и Христовой, потому что начало ее Христос и основание твердое святые апостолы. стена построена из ясписа, а город был, чистое золото, подобен чистому стеклу. Почему такие детали? Имеется в виду чистое золото, очищенное от примесей, вот почему претерпевший до конца спасется, сказано в Евангелии, ибо испытания и скорби даются с единственной целью усовершенствовать нас, как золото, очищенное огнем, чтобы мы вошли в Царствие Божие, золото, подобно чистому стеклу. И далее мы читаем о других подобиях основания стены города, украшенные всякими драгоценными камнями, всякими драгоценными камнями. Основание первое Яспис, мы уже выше читали о Ясписе, второе Сапфир, третье Халкидон, четвертое Сморагд, пятое Сардоникс, шестое Сердолик, седьмое Хризолит, восьмое Верил, девятый Топаз, десятое Хризопраз, одиннадцатая Геацинт, двенадцатая Аметис. А что нам могут сказать эти камни? Прежде всего Яспис отцы церкви учили, что Яспис подобно Сморагду, зеленоватым цветом, означает в данном случае Верховного Петра, который мертвость Христову носил в теле, показал непрестанно цветущую и неувидаемую любовь к нему. Так пишет Андрей Кисарийский, но, как я вам объяснял, Андрей Кисарийский всегда отталкивается от понимания более древних отцов. И действительно, апостол Петр, несмотря на свой возраст, он был человек в общем-то в возрасте, он пламенел какой-то юношеской такой активностью, он был в движении все время. Действия некоторых апостолов вообще никак не обозначены в Писании, а Петр, он ведет себя очень импульсивно, и цвет зеленый, это цвет весны, это как бы цвет юности. Второе сапфир, сапфир, пишет Андрей Кисарийский, подобный телу небесному, из которого горят лазурь, означает, как думают, блаженного Павла, восхищенного до третьего неба. О том, что апостол Павел был восхищен до третьего неба, говорится во втором послании Коринфянам, 12 глава, второй стих, при этом он не знал, как это происходило, он говорил как бы отвлеченно в третьем лице, как бы не о себе, знаю одного человека, который был восхищен до третьего неба, только не знаю в теле или вне тела, и он видел там такое, не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его. Но третье небо это где-то посередине, потому что в понимании древних есть семь небес, а число семь это увеличение неопределенное, как шесть означает неопределенное уменьшение, а семь неопределенное увеличение. Третье, камень Халкидон, Халкидон не носился на нарабнике первосвященника, но апуракс неупоминаемый здесь. Поэтому мы думаем, пишет Андрей, не назвал ли этим именем святой, не назван ли этим именем святой апуракс, апуракс же уголь и означает блаженного Андрея, вожженного духом. Имеется в виду уголь пламенеющий, как уголь, который берется и влагается в уста пророков ангельскими клещами. Есть такой образ в апокалипсисе. Четвертое, Смарагд. Смарагд имеет зеленый цвет, питается елеем и получает от него блеск и красоту, означает он проповедь евангелиста Иоанна. Пятое, сардоникс, этим камнем, имеющим цвет блестящего человеческого ногтя, означает Яков. Шестое, сардис, оранжево-блестящий по цвету и целебный при опухолях и ранах от железа, сардий обозначен, как я думаю, восклицает Андрей Кесарийский, блаженного Филиппа. Седьмой, хризалит, хризалит, блестящий, как золото, быть может, означает варфломея. Восьмое, верил, этот камень цвета моря, воздуха, обозначающий Фому, действительно, апостол Фома пересекал океаны и моря, он трудился в Индии и там завершил свое служение. Девятый тапаз, тапаз подобен апраксу по черному цвету и источающий по рассказам млекообразный сок обозначает душу блаженного Матфея, который как бы млеком Слова Божия, молоком, напитал всю Вселенную. Мы входим через Евангелие от Матфея в мир Нового Завета. Десятое, хризапраз, превосходящий блеском золото, символизирует, означает апостола Фадея, одиннадцатый геноцид, гиацинт, гиацинт лазаревого или небесного цвета, означает апостола Симона, и двенадцатый аметис, аметисом багряным по цвету, означается Матфей, получивший огонь божественный при разделении языков и заменивший отпавшего апостола, погибшего Июду за пламенное благоугождение Христу, избравшему его, имеется в виду не евангелист Матфей, а Матфей, который был избран после отпадения Июды. И двадцать первый стих, а двенадцать ворот, двенадцать жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. То есть трудами одного апостола созидались целые церкви, трудами другого тоже целые церкви. Единство христианского мира – это единство апостольского благоистования. Улица города чистая золота, как прозрачное стекло, храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Сидержитель, храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, об этом мы уже говорили, ибо слава Божия осветила его и светильник его агнец, то есть Христос. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою, ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни. Имеются в виду спасенные народы, спасенные Христом, Спасителем, который единый, есть основание вечной жизни для верующих в него. И, как часто я говорю, мы кто-то или что-то во Христе и со Христом, и мы никто и ничто вне Христа. Христом. Срои кухня, сцепия, а и стоя. до сих пор, ничто, сце. Все.